здравствуйте дорогие рукодельницы хочу предложить сегодня ваше внимание вот такой ленточной кружу вяжется но за заднюю стеночку здесь на заднем петлю видите как бы рельефный такую кружу получается провязал только 3 ряда в для наглядности обычно ленточная кружева начинается полного мотива это кружево начать полу мотива но если вам например нужно чтобы начинался полного сложного нет просто сами добавлять вот они уже тут петли набраны то что количество для полного мотива и довязывать нужное количество конца и все будет получается как бы целого круга целый круг хорошо когда мне платье юбки вяжется чтобы не такой отделанный был очень ленточный кружево мне очень нравится тем что из него можно создать все что можно фантазии на что только способны можно платить можно блузки можно маечку топики юбки различные платья кардиканы жакеты ну в общем то все что угодно даже платье на вяжут таким линочным кружевом не обязательно таким любым линочным кружевом ноги рукодельниц как бы они решаются тут непонятно как вязать все вот это вот веночный кружев сериал с поворотными рядами первый как будет ряд если он круглым вяжется по кругу этот вот ряд как полукруг он вяжет тоже поворотными рядами ничего сложного здесь вязание не то это вообще этот клеточный кружево элементарно вяжется смотрится очень интересно многих еще волнует вопрос по поводу соединения между собой например готовы плотно могу сказать по своему примеру есть кто предлагает меру одну целую ленточку слезал нужного размера дальше уже начинает вязать вторую ленту вязали так пол мотив здесь уже готовая здесь 2 пол мотив вяжите вы начинаете обвязывать везет закончили и привет начинается другого мотива дальше опять обвязывайте вот этот пол мотива довязали и опять привязывать но я считаю что сверх удобно это удобно если вы какой-то маленький квадратик такой создать привод и на этого ленточную кружу 12 сантиметров вот такой мир если вы какой-то плотно вяжите 24 сантиметра или там еще что-то такое то такой способ вполне возможно но если вы вяжете платье юбку или кардигана какие-то такие объемные вещи такой способ никоим образом приемлем поскольку у каждой юбку каждого платье есть свой определенный размер и его нужно обязательно прикладывать к выкройке чтобы она правильно связалась и продвигалась фигуре они просто стали вместе все это ладно получилось и потом куда это плотно никуда только если плед какой-то вы вяжете да без разницы собрали таких мальков и версии платье и все такое прочее то лучше всего собирать своего опыта я говорю я например собираю планшете крючком соединяем друг другу можно конечно иголкой но мне почему крючком удобнее намного потом платье если нет на 2 расширитель плита я его провязываю как бы столбиком с одним накидом соединяем получать коктейлин и сеточка такая навязывается для что-то легко у меня есть видео на канале я там вязала пальто и показывала в планку соединяла вот точно так же я соединяю и платья между собой быть не очень сложно но немножечко как отошла тема давайте рассмотрим схему и будем вязать вот схема наш пленочного кружева начну я пока с пола мотива переходить к следующему телу я объясню позже начинается наш пол мотив 13 воздушных петель выкается соединительной петлей дальше как бы половину от этого петли мы обрязываем столбиком без накида делаем воздушную петлю затем обвязываем эти воздушные петли 12 столбиком без накида на половину вот эти четыре петли мы не захватываем вот мы все начинаем обрезали дальше делаем три воздушных петли подъема всем 2 петли воздушных рисунка и первую петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом далее у нас идет 2 воздушные петли пропускаем 1 петлю предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом и так мы как бы вяжем филейную сеточку опять для воздушной петли 1 петлю пропускаем 2 провязан столбик с одним накидом и всего нас должно получиться 8 таких филейных квадратиков и вот последние такой филейных квадратик получается что мы провязываем воздушную петлю подъема предыдущего ряда тоже делаем 2 воздушных петли столбик с одним накидом провязываем затем опять сделать 2 воздушных петли и в эту же петлю подъема провязываем еще один столбик с одним накидом все далее у нас второй ряд был третий ряд мы делаем воздушную петлю подъема и обвязываем нашу филейную сеточку столбик без накида провязываем и от 2 воздушные петли и столбик с одним накидом его у нас здесь важно получить 24 столбика без накида далее у нас идет 4 ряда столбиков без накида за заднюю полупетлю вот этот угарочек обозначает что мы вяжем наш полмать вот наш петельки задание полупетлю в каждом ряду мы прибавляем по 4 столбика без накида при бабки мы будем делать начинаем делать вот начинаем отсюда здесь делаем петлю подъема провязываем 2 столбика без накида за заднюю полупетлю затем вот в эту 30 вернее на 4 идет мы провязываем как бы два столбика мы начинаем прибавлять потихонечку потому что здесь был 24 столбика без накида здесь у нас будет здесь у нас будет 28 столбиков без накида значит нам нужно быть прибавить 4 петли равномерно прибавим здесь по краешку здесь по краешку под на петлю и вот здесь наверху мы прибавим вот они нас вот прибавлены и вот прибавлены вот прибавлены вот и так по 4 петли мы прибавляем в каждой каждом ряду на здесь был 28 то уже в последнем ряду у нас будет 40 столбиков без накида петли подъем я считаю тоже 41 как бы провязываем вот эти вот четыре ряда за заднюю петлю столбик без накида далее мы делаем 3 петли подъема и провязываем пышный столбик между пышным столбиком мы вяжем и воздушных петли далее пропускаем 3 петли предыдущего ряда и в четвертую вяжем тоже пышный столбик затем опять 3 воздушных теплей и опять также вяжем пышный столбик его у нас должно получиться один из пышных столбиков в конце мы провязываем столбик с одним накидом как бы мы не сделаем петлю подъема на следующий ряд у нас переход вот этой столбиком с одним накидом дальше мы начинаем обвязывать наш вот эти воздушные петли обвязываем их следующим образом столбик без накида полустолбик 3 столбик с одним накидом дальше на уменьшение идет полустолбик и столбик без накида и так каждый воздушный петлю обвязан таким способом давайте приступим к вязанию дальше когда вы провяжите я покажу как будем переходить на следующий мотив для вязание возьмем тонкий нет перец и крючок один делаем узелок набираем 13 воздушных петель 1 2 3 12 13 замыкаем кольцо наши воздушные петли соединительной петлей замкнули дальше начинаем обвязывать делаем воздушную петлю и провязываем 12 столбиков без накида 1 2 3 кольцом обвязываем 1 2 3 4 4 5 и мы оставляем вот так что у нас получилось так как бы на половину обязанность это кольцо так обвязан до конца 12 столбиков без накида 11 12 хоть я за всегда вот у нас так получил вот такой пол мотив получил вязали мы на половину на воздушные петли хоть можно обрезать чтобы он мешал там сможем устроена вязать дальше мы делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 работу поворачиваем делаем 2 воздушные петли узора затем делаем накид провязываем вот первый наш столбик где по которым находится цепочка вот их одним накидом провязываем провязали опять сделал две воздушные петли делаем накид пропускаем 1 петлю предыдущего ряда и 2 провязан столбик с одним накидом таким способом в вывязанной филейности опять две воздушные петли накид и пропускаем 2 провязан столбик с одним накидом его мы должны провязать 8 таких клеточек телейных довязанных дальше мы провязываем 2 воздушные петли накид и петлю подъема мы провязываем 2 столбик с одним накидом провязали 1 столбик с одним накидом затем делать 2 воздушные петли опять делаем накид и в этот же столбик провязываем еще один столбик с одним накидом это мы закончили вот как бы обязанность резина сеточек нас вывелось мы делаем воздушную петлю подъема работу поворачиваем и начинаем обвязывать столбиками без накида 1 здесь для воздушных петли на дом это то что провязано 2 столбика без накида 2 эти столбик без накида мы провязываем столбик с одним накидом предыдущего ряда 3 и так пока провязываем по 2 столбика без накида под воздушные петли и 3 столбик с 1 без накида мы провязываем столбик с одним накидом его нас должно получиться 24 столбика с одним накидом довязываем ряд до конца 20 21 21 и вот побед воздушную петлю мы провязываем еще 3 столбика без накида 22 23 и двадцать четвертым провязываем 3 петлю подъема для взятного петлю подъема двадцать четвертым провязать петлю подъема рядом обвязали наш дальше мы будем обвязывать четыре ряда у нас мы будем вязать за заднюю сетку задайте полу петлю в этом ряду у нас должно получиться 28 столбиков без накида мы должны прибавить 4 столбика делаем петлю подъема 28 и без петли подъема поворачиваем работу начинаем вот наш задний пол петля чтобы две петли а вот этот который сзади вот она пол петля утра я забрала 5 у нас пол петля 2 3 и вот как бы в четвертую петлю мы провязываем 2 петли маленько будем расширять 4 5 в 1 петлю 2 провязали дальше 8 8 5 тоже дважды провяжем 9 вот лет либо скина сделали затем еще две петли вот и в конце 3 2 навязываем ряд до конца как я уже сказал на должен получиться 28 столбиков без накида я вяжу мы загадать не плотно ставлю мы провяжем две петли 20 21 22 идет 23 24 25 26 27 и последний 28 только провязан петлю подъема просто целиком за целую петлю 28 следующий ряд мы вяжем точно также также прибавляем 4 петли без накида точно также мы вяжем задание пол петлю завязываем отряд к заканчиваем 3 3 все провязали следующий ряд на 3 точно такой же мы вяжем третьем ряду у нас 37 столбиков без накида точно так провязываем за заднюю пол петлю вяжем 37 столбиков без накида сделаем точно такие прибавки провязали третий ряд четвертый нас точно такой же в нем у нас должно случиться 40 столбиков без накида точно также вяжем воздушная петля за заднюю стенку 140 столбиков без накида последнюю провязан за целую петлю вязали мы 4 ряда закончили дальше мы будем опять вязать пышный столбик ли у нас как будут вытянуть и ровный как я получил делать 3 воздушных петли подъема 1 2 3 работу поворачиваем белый накид в эту же петлю провязываем пышный столбик 1 5 в эту петлю накид 2 вытягиваем петли опять накид 3 вот вытяните петли теперь закрываем покрыли дальше набираем 3 воздушные петли 2 3 делай накид 1 2 3 3 5 и предыдущий ряд пропускаем 4 вяжем пышный столбик делом накид вытягиваем при держим пальцем чтобы у нас было равномерно опять в этот петлю протягиваем еще столбик с одним накидом опять накид и опять закидки всякий в эту петлю вот выиснули закрываем эти петли и еще раз вот такой пышный столбик у нас получает дальше опять 3 воздушные петли опять накид опять пропускаем 3 петли предыдущего ряда 1 2 3 4 провязан пышный столбик опять также вытягиваем петли накид 5 петли вытягиваем и держу еще раз накид и опять вытягиваем петли и закрываем все общей петлей еще раз провязываем и так провязываем до конца всего на должно получиться один пышный столбик 10 опять 3 воздушных петли накид и провязываем одиннадцатый пышный столбик нашу петлю подъема воде и провязываем наш пышный столб накид 2 накид 3 накид провязали дальше делаем не петли подъема чтобы обязательно вязать немножко стягивать как бы на связание вот так вот неровность такая получается ничего страшного сейчас мы будем обвязать он выпрямить дальше мы делаем не петли подъема а делаем накид и провязываем в эту же петлю отлив подъема предыдущий ряд столбик с одним накидом это будет наш как будто для подъема провязали работа поворачиваем и начинаем каждую вот эту цепочку из трех воздушных петель обвязать следующим образом столбик без накида полустолбик 3 столбика с одним накидом 1 1 2 3 дальше опять полустолбик и стол без накида вот одно арочку мы вязали эту арочку точно также обвязываем опять столбик без накида полустолбик 3 столбика с одним накидом 3 столбика с одним накидом вот мы под эту арочку куда-то провязываем 1 2 3 теперь опять полустолбик и столбик без накида еще одну арку провязали и так обвязываем все эти арочки до конца заканчиваем обвязывать последний нашу арочку столбик без накида полустолбик 3 столбика с 1 накидом и опять полустолбик и столбик без накида наш полу мотив мы закончили и все настрой прямо с ровненький стал сборил пол ровненький дальше я сейчас скажу на схеме как мы будем переходить к следующему мотиву вот у нас вот мы закончили обвязку здесь и дальше нам нужно будет сделать столбик семью накидами вот отсюда мы должны набрать как бы сразу набираем столбик 7 столбик вернее 1 столбик 7 накидами и ввязываем и ввязываем и второй мотив обвязываем четвертую петлю у нас получается вот 1 на парочку 2 арчика и 4 петлю мы делаем этот столбик семью накидами дальше мы делаем воздушную петлю и начинаем обвязывать столбик обвязываем столбик без накида 12 столбиком без накида в общем мы здесь вяжем все точно так же как и здесь также тоже количество петель у нас здесь получается также мы прибавляем здесь только же на вспышных столбиков все вяжется точно так же единственным нам нужно прицепаться чтобы он просто так не был дыхался цветочек обвязали дальше делаем петли подъема вяжем тилейную сеточку здесь мы нигде не привязываемся дальше мы обвязываем тилейную сетку вот она подвязалась еще ряд нас начинается мы вяжем его за заднюю стенку заднюю пол петлю мы делаем воздушную петлю прицепаемся этой воздушной петли уже раз два три к третьему лепесточку наши обязаны в четвертую петлю свидетельной петлей мы соединяемся и дальше начинаем вывязывать заданию полу петлю наш в столбике без накида затем опять следующий ряд второй ряд уже получается за заднюю петлю то что мы вяжем воздушная петля опять мой столбик провязываем вернее 3 от провязываем здесь мы нигде не прицепаемся дальше мы опять делаем воздушную петлю здесь мы тоже не приступаем опять обвязываем 3 ряд опять воздушная петля мы его здесь заканчиваем здесь мы тоже нигде не прицепаемся но мы здесь сделаем прежде чем вязать пышные столбики 3 петли подъема и вот здесь вот мы прицепаемся столбиком без накида затем мы вывязываем эти пышные столбики дальше мы обвязываем эти пышные столбики здесь на заканчивается и вот мы третий наш мотив начнем вывязывать вот с этого столбка без накида которому прицепили в этот пышный столбик начало ряда ворачиваем работу набираем и делаем 7 накида 2 3 и и провязываем 4 петлю вот этого второго цветка 1 2 3 4 вот она четвертая петля я сам вверху и вот начинаем провязывать столбик семью накидами 3 и 5 и ведь зачем я говорил этот ветка вытягиваешь дальше мы делаем петлю подъема и начинаем обвязывать у нас столбик семью накидами у нас 12 столбиков без накида 1 2 3 11 12 вот мы провязали на 12 столбиков мы делаем 3 петли подъема 1 2 3 работу поворачиваем две петли рисунка дальше мы взрослыми делаем накид эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом первым затем опять две воздушные петли накид пропускаем здесь 1 5 2 провязываем и так мы довязываем все до конца как мы шесть провязать вот седьмая у нас да вот пропускаем одну петлю и мы как петлю подъема здесь должны пробежать ну вот нас вот эти вытянутые может сюда вот провяжем делаем столбик с 1 накидом она у нас здесь как будто для подъема за счет наверно этого она поднимается раз опять две воздушные петли и вытаскиваю подъем провязываем еще один столбик одним накидом вот отелями сеточек у нас вывел вот так он будет смотреть это сначала мотив а этот он сбоку ведь дальше мы опять его обвязываем точно так же как здесь белых воздушную петлю и 24 столбика без накида и вот воздушную петлю подъема 24 столбика провязываем на вязали дальше мы делаем петлю подъема работа мы пока не поворачиваем мы ее будем присоединять чтобы у нас не был пихала лепесточек 1 лепесточек 2 в этом 3 мы будем 1 2 3 вот она у нас 4 петля мы провяжем соединительный столбик вот так мы соединили наш пол мотив петлю подъем мы сделали дальше работа поворачиваем и начинаем за заднюю пол петлю провязывать наши столбики без накида здесь мы тоже прибавим теперь как в предыдущем моркова мотиве все делаем точно так же я все-таки завязали матерят 28 лет 28 весь за целую петлю мы провязываем конце дальше опять сделал воздушную петлю и вяжем точно так же как и здесь прибавляем также 4 петли еще 33 петли на здесь должно получиться письмо пока никуда не приступаем также за заднюю петлю что провязано 32 33 провязываем воздушную петлю здесь мы никуда не присоединяемся дальше мы опять делаем иклю подъема работу разворачиваем и провязываем точно так же за заднюю петлю предыдущей мотиве пол мотиве здесь также прибавляем 4 петли все вяжем точно так же как здесь вяжем 37 петель заканчиваем ряд 37 петлей столбик воздушную петлю провязан целиком петлю дальше опять сделаем воздушную петлю подъема здесь на скобук краем и куда не провязываемся и опять точно также обвязываем 4 ряд за заднюю пол петлю у нас здесь 140 столбиков без накида провязываем 40 столбик без накида воздушную петлю вот 4 ряда мы провязали дальше мы будем вязать пышные столбики делаем 3 петли подъема 3 здесь мы присоединимся 1 цветочек 20.3 вот 4 цветок предыдущего пол мотива мы будем присоединять пятую петлю вот этого 4 цветка раз два три 4 5 5 5 плюмов провяжемся столбиком без накида все мы провязали сделать 3 петли подъема под привязали разворачиваем работу и начинаем вывязывать пышные столбики делаем накид в эту же петлю подъема мы провязываем пышный столбик раз-два-три провязываю этот пышный столбик все провязали опять делаю воздушные петли накид пускаем 3 петли предыдущего ряда 2 3 4 провязываем наш пышный столбик все делаем точно так же как предыдущий пол мотиве раз два три вяжем все точно так же как здесь завязываем один столбик провязываем пышный столбик 2 провязали дальше завязки подъем делаем столбик с одним накидом провязываю петлю подъема здесь у нас как бы крайне так пол мотив лежит разворачиваем работа и начинаем обвязывать нашу арки все поздушных петель точно так же как и в предыдущем пол мотиве обвязываем последний нашу арку дальше будем навязывать 3 пол мотив 2 3 вот мы обвязали наш последний арку вот здесь вот у нас как бы мы привязывали столбиком без накида это за столбик без накида еще раз но привяжемся мы будем вывязывать нашу арочку для следующего пол мотива для этого выбираем переворачиваем работу работа смотрит вот так на нас пол мотива с правой стороны делаем 7 накидов и провязываем и провязываем вот сюда вот этот пол мотива второй лепесточек этого пол мотива вот эти столбик 7 накидами вот опять вот вытяните два три три пять пять шесть и вот так вот мы провязали вот здесь маленько вытягивается к нам ее потом подтянем дальше мы делаем воздушную петлю и начинаем обвязывать эту арку 12 столбик без накида все делаем точно так же как предыдущих пол мотива мотива 12 столбик без накида здесь никуда привязываться не будет сделан требуется петли подъема работ поворачиваем две петли накид и вот эту первую петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом вывязываем на стилей на сеточку вот точно такой же как здесь также будет ячейк должно получиться вяжем все конца я буду показывать только где присоединиться а вот это все вяжется точно так же как предыдущих мотивов сюда вот эту подъема мы провязываем столбик с одним накидом все дела до петли и восьмой столбик провязываем у нас немножечко ведь он такой вытянут и получается мотив дальше мы делаем воздушную петлю и вот этот пол мотив следующий мы должны как бы прицепить мы его привяжем видеть на петлю на схеме показано что к шестой вот это артики вернее столбик купить соединяется на петлю так но мне кажется быть борщить этот мотив моего присоединяем к 5 5 листочку наш пол мотив 1 1 2 3 4 и вот к пятому листочку могут от присоединяем дальше работа поворачиваем начинаем обвязывать как предыдущих мотивов завязан последнюю арочку 24 петлю мы провязываем 3 воздушную петлю подъема дальше мы будем обвязывать за заднюю пол петлю прежде чем мы начнем обвязывать сделаем воздушную петлю и вот к этому пол мотиву 1 2 вот 3 листочек у нас 4 5 3 листочка мы провязываем соединительной петлей вот мы прицепили наш пол мотив работу разворачиваем и начинаем как предыдущих пол мотивов мы делали обвязывать за заднюю пол петлю столбиком без накида 28 петлю мы провязываем целиком не за пол петлю полностью провязали вот мы обвязали первый ряд нас за заднюю пол петлю дальше вяжу второй ряд также точно также прибавляем 4 петли 3 будет уже столбика без накида здесь мы никуда не приступаем сделаем точно так же воздушную петлю во предыдущих пол мотивов и обвязан второй ряд вяжем за заднюю пол петлю дальше мы вяжем третий ряд делал воздушную петлю разворачиваемся точно также провязываем третий ряд как предыдущих мотивов весьма и куда пока не присоединяем закончили третий ряд прежде чем перейти к четвертому ряду мы делаем воздушную петлю вот здесь мы будем присоединять на схеме написано что присоединяем к этому седьмому лепесточку но у нас не получится потому что мы присоединяемся пол мотив этот наш первый раз два три четыре пять шесть шестом петлю точку четвертую петлю как бы вот это вот и . следить на петлю сделать воздушную петлю и соединить синить на петлю дальше работа поворачиваем и делаем все точно так же как предыдущих пол мотивов также связан за заднюю стенку здесь у нас тоже должно получиться 40 столбиков без накида провязываем все четыре ряда дальше мы будем вязать пышные столбики прежде чем начать вязать пышные столбики мы делаем 3 воздушные петли подъема вот здесь мы присоединяем наш мотив среди петлей 1 2 3 4 лепесточек из этого пол мотив 2 4 петлю соединили дальше работа поворачиваем и начинаем обвязывать все точно так же как вот здесь провязываем один с наших пышных столбиков прежде чем их обвязать выдавить на смотрите так это деформируется но они потом поднимут когда вяжем мы набираем 3 воздушных петли 1 2 3 провязываем вот сюда вот этот наш мотив пол мотив мы вообще должен как будто под кем сюда провязать но у нас будет тянут мы поэтому провязываем и 3 лепесточка а в 4 лепесточка четвертую петлю столбиков без накида провязываем и начинаем обвязывать эту арочку мы тоже обвязываем она как у нас дополнительно получается раз он столбик три столбика с одним накидом но все точно также как предыдущих о мотивах поднимаем наши арочки дальше мы вверх чем перейти на новый вязать новый пол мотив мы провязываем . 1 2 3 4 4 лепесточка нашего 2 пол мотива столбик без накида провязали дальше не буду показывать я покажу на схеме вот такой момент чтобы лента не стягивать нужно именно вот контролирует где нам пробежать путь потому что на схеме я покажем так вот мы дальше провязывали привязывали наш мотив он вообще вот такой то наш был поэтому не всегда доверять схему смотрите контролируем все сами делаются это побольше вывели там где-то поменьше в общем схемы это как бы не панацея давай его на закончили нашу этот третий пол мотив дальше у нас пойдет 4 вот так у нас смотрится вот мы присоединили вот на столбик без накид ноги свиньи дальше вот отсюда мы как бы будем как в этих предыдущих вывязывать вот сюда вот эти пол мотив вот варить . него над этим двумяки с точками мы свяжем нашу арочку и столбиками ими накидами и все будет вязать точно также здесь вот схеме указан где присоединяться петля вот она сюда присоединяется другая петля вот сюда здесь столбиком без накида пристыняется стрелочке все показано как я же говорила идите затем чтобы не стягиваться и поэтому как бы не особо доверяйте ими здесь мы присоединяемся вот здесь когда начинаем вот первый ряд обвязали этот петлю подъема и только потом и петлю подъема как бы присоединяя к этому лепесточку третьему середку дальше мы начинаем вот этот взгляд обвязали тут я уже говорю здесь здесь делать опять подъема 5 обвязан второй ряд здесь мы нигде не соединяемся опять для подъема здесь мы тоже меняется третий ряд и вот только я уже говорил здесь 4 думал обвязываю закончили здесь делаем пышные столбики 3 петли подъема и вот эти три петли подъема мы предпровязываем 3 пол массив 4 лепесточка и дальше уже вывязываем пышные столбики пышные столбики вывезли дальше 3 прежде чем обвязать их вот эти арки набираем 3 воздушные петли столбиком без накида и 3 воздушные петли присоединяем ко второму мотиву полу мотива 1 2 3 мы как бы вывязываем на третьем вот этот 4 пол мотива присоединяем второму и потом уже так начинаем обвязывать на шарке дальше мы здесь присоединяемся столбиком без накида и уже потом отсюда мы начинаем вывязывать опять столбик семью накидами вот на этих двух лепесточков 4 уже пол мотива тут и о мотив вывезли на первых двух лепесточках предыдущего мотива пока не смотрит оригиналь все точно также первый пол мотив 2 3 4 так получается очень широкая веночная кружева я думаю что довольно понятно кружев самого простой легко вяжется довольно быстро вяжется потому что ничего сложного нет вот эти столбики без накида только не как я уже сказал следите за соединение чтобы лента не морщил делать вот ленты связаны более толстым крючком это пряжа и рис крючок единичка здесь наш крючок был 175 по-моему я вязала говорю я начале видео пряжись потолще немножко не очень но но почему-то она толще вяжется ведь какая разница за получать даже перспективе того что все-таки пряжа толщина это одинаково чуть-чуть вот желтый потолще и крючок вести на почти на полтора на пол размер больше вернее меньше взят и уже вот билет вы насколько меньше получается я говорю вначале виде в процессе менять вот смотрите такие леткие широкие начинаешь вязать обвязку и вот здесь вот соединяешь и 1 обвязка здесь и уже смотришь но они не всегда лягут так как вот нужно равно но есть конечно разное они размер здесь по большим блок ну вот такой момент все равно как лучше менять уже навязать готовых лент и потом какой-то изделий такое мать и дига пальто это обязательно нужно сделать на выкройте делаете выкрой и если не хочет сделать выкройку на дети где такую же вещь точно такого размера подходила прикладывать и и соединяйте или сшивать иглой с собой или как я уже говорил филе не сетчик у меня я сучку дам по низу где можно посмотреть как вязать от телевизор подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии задавать вопросы что-то непонятно вот доброго